Это интокс, это детокс, монаш. Я спрашиваю, это интоксикация или дезатоксикация? Вообще, Жужука нам с утра супчик приготовила. Суп, который называется Фо. Мы уже несколько раз его делали. Это с лапшой, с мясом, которое варится за одну секунду, там буквально много травы всякой, мята, кинза. И сделал такие, как это назвать, господи, то, что он сейчас накладывает, сделал с мятой. Это должно быть вкусно. И да, еще хотела объявить, в связи с праздниками у меня будет еще много видео про еду, потому что мы только этим и занимаемся. Едим, едим. Просто что-то, ничего не делаем. Лежим, смотрим телевизор, едим. Лежим, смотрим телевизор, едим. Сегодня у мальчиков более спортивный день. Они собираются поехать поиграть в теннис. А я хочу немного убрать, потому что я камеру повыше держу, чтобы вы не видели бардак, который у меня в доме. Здесь даже ходить негде, понимаете? Мы же 24 часа в сутки дома, все четвером, шестером точнее, потому что двоих животных тоже можно посчитать как бардачников. Поэтому вот так. Надо будет что-то здесь сделать, потому что бардак неофицируемый. Двадцать седьмое декабря 2019 года, несколько дней до нового года. Скоро урожай буду собирать. Вот тебе и декабрь. Смотрите, у меня укропчик тут такой пророс неплохой. Здесь у меня кинза, смотрите, какая пушистая. Так что скоро первый урожай буду собирать. Так тепло, что я даже решила постельное белье поменять и подушки на окошко положить. Пусть они на солнышке немножко. Так я их повыбиваю. Я в этот раз перевые купила. О, ку-ку! А это на всякий случай. Знаете, у нас зачем это стоит? Если вдруг любовник или любовница есть, то можно было через окно сразу так... Пау! И прыгать, и убежать по кустам. Вот. А здесь подушки перевые. С тех пор, как я купила перевые подушки, спать я начала немного лучше. Не на много, но немного лучше. Пока они колятся иногда. Только что приходил почтальон, посылки принес. Там были две книжечки. Эти книжечки, по идее, должны были быть тоже в подарках Деда Мороза. Ещё Жужука стоял и смеялся там, хохотал. Я думала, неужели с того, что он мне там левчики, трусики, всякие ночнушки подарил, он теперь стоит и хохочет. Вот. Оказалось, не с этого. Оказалось, он не знал, что там этих книжек нет. Вот он мне две книжки купил. Сказал, я хохотал, потому что знал, что если они там есть, то ты их не снимешь на видео. А я сниму. Вот она, первая книжка, которую он заказал мне. Вот она, вторая книжка, которую он заказал мне. Поэтому пусть не думает, что я не выложу. В резьбу и выложу, блин. Как выздоровел Тео, теперь у нас Лена. Блин, это вовсю. Браво. И самое ужасное, что в этой ситуации объявили, что эту воду уже можно пить. И мы сегодня только суп с ней сварили. Мы даже не пили её, просто суп сварили. И всё, вот ей плохо. Видимо, я думала, что ещё нельзя пить эту воду. Кстати говоря, сразу предвидя комментарии, типа, ну, конечно, кормите своих детей там креветками какими-то. Поэтому вот они и блюют. На самом деле, ещё раз хотела бы добавить, что у нас сейчас проходит жуткая, как это сказать-то, жуткая демонстрация человеческой глупости. Ну, у нас заражённая вода сейчас в некоторых городах на Лазарном берегу, заражённая вода. И Тео у нас уже прошёл через это, получил эту бактерию. Шесть дней это длится, в общем, и шесть дней ты ничего не можешь делать. Ни таблеток каких-то дать, ни ещё, потому что бактерия, она сама по себе потом умирает. Вот, поэтому мои дети, они едят там креветки, крабы и прочее, и от этого и плохо не становится. Здесь причина другая. Ну, и по поводу, раз уж заговорили, скажу. Если ваш ребёнок, например, сейчас поедет в какой-нибудь там Таиланд и съест там обычный, не знаю, кактус или папайо какой-нибудь, да, он может отравиться, ему может стать очень-очень плохо, потому что это не его продукт, и его организм не может его переваривать. Мои дети родились во Франции, и здесь так питаются. Морепродукты, полуприготовленное мясо, они к этому привыкли, это их натура, это их питание. Если они сейчас поедут, а это уже не первый раз такое было, в ту же самую Россию, и поедят каких-нибудь русских продуктов, им реально может стать плохо, они могут обливать там целые сутки, просто потому что это не их продукт. А ваши дети будут с удовольствием это есть, и ничего с ними не случится, например. Поэтому говорить, вот они такую фигню едят, это то же самое, как сказать этим, господи Чукчем, какого фига они оленину едят, этим, кто там еще, ну кого в пример, приводите сами там. Ну будет примерно то же самое, там сказать индейцу, индейскому ребенку специи не давать, а он там уже с детства привык, понимаете. То есть вот просто они к этому привыкли, это абсолютно нормально. Отравилась она бактерией, которая называется, опять я забыла какой. И очень жаль. И еще что интересно, эта болезнь отличается тем, что вот ты вот так же у нас болел, что тебе вдруг ни с тобой ни с сего становится плохо, ты вырываешь, причем так сильно, жутко, прям все, никакой жидкости в организме не остается, потому что со всех сторон льет, вот прям из трех сторон, откуда может лить, льет. И потом вдруг становится все хорошо. Например, смотрите. Санта, мамина. Ну и ты, значит, все хорошо. Купить тебе камеру? А? Может тебе тоже камеру купить. У тебя будет камера и у меня. Будем вместе снимать видео. Хочешь? Да. Да. Это тамбу? Это тамбу? Понравился наш канал? Не забудь подписаться и жми на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео.